Здравствуйте друзья! Добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы рассмотрим очень актуальную тему, которая заинтересует любого увлеченного тактикурщика, военного или любителями милитари. Эта тема коснется такого распространенного слова как тактический, который употребляется в качестве прилагательного в большинстве названий милитари. Это слово мы рассмотрим в отношении брюк, поэтому видео и будет так называться. Почему брюки тактические? Военная одежда во все времена вызывала интерес в обществе, так как вооруженные силы обычно имеют большое значение в социальных, экономических и политических аспектах жизни. Даже сейчас тактическая одежда постоянно развивается, их дизайн формируется с учетом особенностей современных конфликтов, изменений в науке, технологиях и военном искусстве. Долгое время после Второй мировой войны военные брюки отличаются от гражданских, пожалуй, более просторным покроем и цветом. В некоторых случаях военные сами нашивали боковые карманы карго для больших возможностей при переносе подсоединенных предметов, шапок, перчаток и прочего. Как пример фабричного варианта возьмем модель десантных брюк армии США М-43. Элитные подразделения в силу своей специфики задавали основные направления в формировании военной моды. При десантировании с парашютом в боевых условиях солдат мог оказаться в тылу врага или даже на его позициях. Поэтому чем больше он мог унести на себе боеприпасов, медикаментов и прочего, тем больше он имел шансов на выживание. При таком раскладе брюки принимали на себя функцию дополнительного эшелона снаряжения. Другим важным аспектом при рассмотрении военных брюк является их расцветка. Если в середине 20 века большинство армий довольствовалось монотонными расцветками Олив, Хаки или Фельграу и при определенной задаче поверх надевался маскировочный халат, то ближе к концу столетия камуфлированная форма стала нормой. Маскирующий принт мог быть разработан для той или иной местности, времени года или даже времени суда. По определенной расцветке можно было отличить солдат разных государств. Также произошли изменения в составе и плетения тканей, из которых были сшиты брюки. Постепенно производители отошли от чистошерстяных и хлопковых тканей и на смену им пришли сочетания хлопка и нейлона, либо хлопка и полиэстер. Фактура плетения репсов постепенно вытеснила твилл и поплин, так как это давало ткани большую прочность на разрыв и одновременно облегчало ее. Американские брюки Cargo BDU и британские CS-95 не только в течение долгого времени были главными моделями на рынке, но и сформировали наше представление относительно того, что делает брюки тактическими. В начале 2000-х, после известных всех событий мирового масштаба, большинство стран было вовлечено в так называемую контртеористическую операцию. В ходе событий произошли существенные изменения в тактике ведения боевых действий. Основной упор лег на применение элитных подразделений. Действуя в отрыве от баз и в сложнейших городских условиях, эти подразделения настолько отточили свое мастерство, что тактика ближнего боя стала настоящим искусством. От индивидуальной подготовки и эффективности бойца, от его так называемых тонких навыков стало зависеть многое. Скачок в развитии индивидуальных тактических навыков закономерно повлек за собой и запрос на более эгономичное и прочное функциональное снаряжение и обмундирование. Одежда для тактики должна была стать как бы продолжением бойца, тем самым расширяя его возможности. И если мы рассматриваем тактические брюки, то они должны были обеспечивать хранение, быстрый доступ до дополнительных боеприпасов, средств оказания первой помощи, инструментов, ножей и многого другого. Маскирующие свойства ткани должны были работать в видимом и в инфракрасном спектре. Еще одним важным аспектом является защита коленей и желательно встраиваемая. Классическим воплощением всех этих запросов стали тактические брюки от американского бренда Cryo Precision третьей генерации, а также их различные повторения. Этот элемент боевой одежды останется непревзойденным на годы, особенно если стоит четкая задача и противник определен. Но в нашей уже современности появилась интересная тенденция к изменению внешнего облика оперативника. В городской обстановке на фоне общей стабильности выглядеть как боец спецназа не всегда приемлемо, а иногда и опасно. Необходимо сливаться с толпой, при этом не терять функционал. Одежда в стиле outdoor в этом случае, наверное, будет хорошим вариантом, если добавить к ней некоторые наработки. Как, например, возможность размещать магазины к основному и резервному оружию, средства оказания первой помощи и высокотехнологичные средства связи. Наколенники тоже останутся актуальными. Ножи и инструменты. Все это необходимо носить в карманах и так, чтобы предметы не выступали за габариты брюк. Справиться с этой задачей позволит применение новейших технологий и топовых материалов. В итоге мы получаем брюки, внешне похожие на гражданские, но в действительности заточены под тактику. Вот и получается, что брюки тактические. А что вы думаете по этому поводу? Напишите нам в комментариях. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. До новых встреч!